Победа очень близка была, но чего все-таки не хватило в конце? Не хватило концентрации в конце, именно в овертайме. В основное время хорошо защищались, 98 очков пропустили и просто потеряли концентрацию. И все, должны сейчас домой, приедем домой в отель. Сделаем работу с ошибками, выйдем, будем играть еще более усердно и все. Вы говорили про овертайм, но можно было и в основное время дожать последнее владение, как можно его описать. Достаточно неплохие шансы были вырвать победу. Это подскетбол, ничего нового мы не увидели в Охланде, что не забили. Один раз забиваешь, другой раз не забиваешь. Я не думал, что мы что-то неправильно делали. Как я подтадился, проиграли эту игру не в основное время, но я бы скорее всего не был тайминг. А что случилось? Почему за первые 4 минуты 50 секунд ни одного очка команда не украла? Надо посмотреть на видео и разобрать. Дело не в том, что мы не забили очков. Мы не забиваем, иначе должны защищаться больше. Это может быть связано как-то и с нервами, и с тем, что не удалось в основном время вырвать. Я не думаю, что это нервы. Опять же, это баскетбол. Надо посмотреть на видео и разобрать моменты, что как мы сейчас с горячей головы можем наговорить, что угодно. А на деле надо садиться, разбирать, смотреть глубже. Но, тем не менее, сегодня был первый финал с участием, первый матч вообще финальной серии с участием российского игрока. Как можешь описать эти ощущения? Подтвердили ли они, оправдали свои ожидания, если не считать результатов? Ну, если не считать результатов, то, наверное, оправдались мои ожидания в плане, что такая атмосфера, в первую очередь, была финальная. Ну, я думаю, что игра, на самом деле, тоже достойна была такого финала. То есть, ноктал с гостей, все, все, все. Ну, то, что Кливлинг в гостях зацепился и до последнего боролся за победу, в принципе, можно хоть какой-то положительный момент в этом увидите? Как вы, в 72-й играете? Ну, как я и говорю, надо посмотреть, посмотреть, разобрать. Я уверен, что много-много положительных моментов. Повторюсь, что в основное время мы хорошо защищали его. Значит, много положительных моментов. Ну, также есть, конечно, и ошибки. Поэтому, чего, все, надо забыть эту игру, готовиться к следующей. Последний короткий вопрос. С тобой доволен? Нет, не доволен. Сделал несколько ошибок в конце группы. Поэтому, наверное, недоволен. В принципе, достаточно уверенно играл в конце. Ну, я не скажу, что они прям критические какие-то, да. Но я думаю, что без них было бы намного приятнее. Спасибо.